Я являюсь партнером компании Акцесс. Итак, компания Акцесс официально зарегистрирована в США. Она платит налоги, компания легальна. На этом слайде вы видите главный офис компании, зарегистрированного в Миннеаполисе. В следующем слайде вы видите технологический офис компании. Находится он в Калифорнии. Как вы видите, среди довольно крупных, известных по всему миру компаний, в этом офисе создаются продукты для компании Акцесс. Цель компании – стать провайдером номер один в сфере интернет-рекламы, интернет-услуг и мобильных услуг для малого и среднего бизнеса. Теперь немного истории. Основатель компании, зовут его Стив Реннер, Начал свою деятельность в 1998 году. В 2006 году основал саму компанию. В 2008 начал прямые продажи услуги V-Webs и системы AdView. Далее я расскажу, что это. В 2011 году запустил поисковую систему, называется она Акцесс. И в 2013 запустил мобильные услуги и услуги для бизнеса. Как вы можете заметить, то, что компания стремительно набирает обороты, практически ежегодно выпускает новые продукты, направления. Далее я хочу немного рассказать, что вообще сейчас из себя представляет интернет на сегодняшний день. В 1991 году всемирная сеть интернет стала доступна для людей. За это время интернет превратился из простой сети в полтора триллионную индустрию. Это действительно так. Вы сами сейчас понимаете, да, вот интернет практически везде. В телефонах, в телевизорах, там, в компьютере непосредственно. Я даже могу сказать, то, что мы уже полностью от интернета зависим. Уже без него никуда. На следующем слайде хочу я показать статистику активности в интернете в минуту. Какая идет активность. Вот, к примеру, смотрите. Например, в минуту в интернете происходит 694 тысячи поисковых запросов. Люди ищут. Это представьте, сколько запросов в минуту. Или, например, 168 миллионов писем отсылают. Или, вот, к примеру, 320 новых аккаунтов Twitter регистрируются в минуту. Или 600 новых видео загружаются на YouTube. Или 70 новых доменов регистрируются. Или, к примеру, вот, 13 тысяч новых iPhone приложений грузятся на телефон. Это вы представляете, да, уже, какое движение в интернете происходит. На следующем слайде та же самая статистика, только на русском языке. И я хочу вот подметить тот факт, то, что компания относится вот к этой нише. Почему? Потому, что в компании, я как сказал уже, что есть своя поисковая система. И в ближайшем будущем они ожидают выпуск своего видеохостинга наподобие YouTube. Как вы видите, вот, можете внизу тоже посмотреть, прочитать, вернее. В 2015 году потребуется 5 лет для того, чтобы просмотреть видео, загруженное за одну секунду. Представьте, сколько видео грузится сразу. В принципе, все эти компании зарабатывают в основном на рекламе. Для нас, людей, для потребителей, это все предоставляется бесплатно. А ну, для тех, у кого есть свой бизнес, для тех, естественно, платно. И у Акцесса тоже такая же политика. Только есть одно отличие для простых пользователей, для нас. Ну, для простых, не для партнеров компании. В принципе, я надеюсь, вы поняли образно, да, что вообще сейчас из себя представляет интернет. Другими словами, я бы сказал, что основная масса денег крутится здесь. И вот представьте на секунду то, что если что-то вот иметь с этого, не просто бесплатно пользоваться, а что-то еще при этом иметь. И вот именно Акцесс предоставляет эту возможность. Ну, далее я объясню. Здесь я хочу показать основные направления Акцесс, какие сейчас действуют. Первое – это поисковая система, как я сказал, что есть своя поисковая система. Далее – это V-Webs направление. Это регистрация доменов и хостингов, создание сайтов. Третье – это рекламные услуги. Баннерные, контекстные, мобильные, мобильная реклама. И потом мобильные услуги – это создание приложений для телефонов, создание мобильных сайтов. Далее – бизнес-справочники, или по-другому – local называется. Это инструменты для бизнеса. Теперь я хочу более подробно разобрать каждое направление. Вот, например, рекламные услуги от Акцесс. Акцесс предоставляет возможность рекламировать баннерную рекламу, ставить контекстную и рекламировать сайт, свой или рекламодателю. И в том числе и повышать рейтинг сайта в глазах поисковых систем. Я далее объясню, что за рейтинг. Здесь я хочу рассказать основной инструмент для поднятия рейтинга сайтов. Называется он «Ротатор». Каждый партнер компании обязан ежедневно просматривать и оценивать минимум 25 сайтов по 30 секунд. И за это компания делится своей ежедневной прибылью с нами. Но об этом я расскажу более подробно. Ну вот, в принципе, здесь появляется сайт рекламодателя. Тут мы вот его оцениваем. Там счетчик появляется. Вот в током духе она работает. Этот «Ротатор» усовершенствуется, совершенствуется постоянно. Там ошибки справляются, если есть какие-то. Тут я хочу показать принцип конкуренции в интернете. Почему вообще надо продвигать сайты? Что за какое движение еще идет в интернете? Вот давайте представим, что вот эта яма – это будет интернет. Это глубокая яма – это интернет. Вот эта поверхность – это будет поверхность интернета. Вот эти люди сверху – это мы, потенциальные клиенты, покупатели. Мы видим вот эту только поверхность. Дно мы не видим, только поверхность. Как это можно понять? Все, наверное, пользуются поиском, ищут что-то в интернете. И когда они что-то ищут, мы видим вот такую картину внизу, что вот столько-то страниц появилось. По статистике люди смотрят где-то максимум две страницы. Первые. И все, дальше они смотрят. Представьте, сколько сайтов там остались позади. И это не значит, что эти сайты плохие, но просто они молодые, плохо раскрученные. Вот давайте, к примеру, представим, что открылся новый интернет-магазин. Этот сайт по-любому попадет на дно этой ямы. И для того, чтобы ему выйти на поверхность, ему надо будет платить, продвигать свой сайт. И даже когда он выйдет туда, ему надо там удержаться, потому что конкуренция не спит. Вы сами видели, какая статистика. Аналогичные сайты тоже хотят быть первыми. И отсюда вывод, что без рекламы, вы сами понимаете, никуда. Без нее никуда. Реклама нужна везде. Любой бизнес без рекламы не сможет развиться. И благодаря акцессу, а точнее ротатору, мы можем продвигать сайты свои, свой бизнес и также рекламодателя. Теперь поисковая система Акцесс. В принципе, она ничем не отличается от поисковиков других. Та же самая строка поисковая, все вот, та же функциональность. Но есть одно отличие. То, что любой человек, не партнер этой компании, просто потребитель, может зарегистрироваться, пройти регистрацию бесплатно и пользоваться этим продуктом. И при этом зарабатывать такую внутреннюю валюту, называется она iReverds. Тысяча iReverds это равно одному доллару. В принципе, ну как, деньги небольшие, я бы сказал, но учитывая тот факт, что ни одна компания поисковая не предоставляет такую услугу, пользуясь их продуктами, зарабатывает. И это и есть отличие, которое я ранее говорил, для клиентов компании. Далее, Access V-Webs. В этом направлении есть возможность регистрации доминов, хостингов, также создания сайтов. Любой клиент или партнер этой компании может с легкостью создать себе сайт. Для этого не надо знать какие-то языки программирования. Там есть вполне доступный конструктор сайтов. Ничего сложного. Можно вполне функционально себе сайт создать. Для дела, для бизнеса. Блог можно какой-нибудь. Что такое домен? Домен это, по сути, адрес сайта. Это вот 3w.access.com или там google.com. А хостинг это где хранятся файлы сайта. Вот как вы видите на слайде, то что открываются такие вот специальные помещения, здания даже можно сказать. Их называют дата-центры. Там вот такие вот сервера, такие шкафы выставляют и в этом хранят все данные сайта. Вот давайте представим образно то, что вот эта папка, это будет сайт. Название этой папки, это будет домен. Содержимое этой папки, это будет контент, контент сайта. Имеется ввиду текст, картинки, файлы сайта. И вот эта флешка, это будет и хостинг, или по-другому его еще называют сервер. И вот эту папку помещают туда, вот так образно, и там хранят ее. В компании Акцесс есть возможность партнерам компании пользоваться этими услугами, также их по желанию распространять. Далее мобильные услуги Акцесс. В Акцесс есть возможность создания мобильных сайтов. Также их продвигать можно. Тоже там есть свой конструктор сайтов, ничего сложного. Также есть возможность создания QR-кода. Что такое QR-код? Это штрих-код, который можно зашифровать любую информацию. Например, номер телефона, адрес сайта, ссылка на видео, или какой-нибудь другой текст, ну какой пожелаете. И с помощью любого смартфона можно это сообщение считать. Вот как вы видите на слайде, какое применение находит этому коду. Вот даже я могу рассказать один из примеров. Один мой знакомый создал такой QR-код и туда зашифровал какой-то текст. И просто он для чего это сделал? Он хотел, чтобы научиться как бы рано вставать и заниматься спортом. Ну, бегать там, зарядку делать. И он этот QR-код повесил в этом, на кухне. И вот у него этот смартфон, а там есть такое приложение, которое просто считывает код. А есть такой будильник, например, он звенит, его нельзя выключить, пока этот код не отсканируешь. И вот он специально его туда, на кухне повесил. И теперь, когда он звенит, он встает, ему надо будет вставать, идти сканировать и уже спать неохота. Ну, как бы повышает дисциплину себе. Тоже интересное применение нашел. Далее тоже мобильное направление. Теперь это приложение для смартфона. Это программа «Мессенджер» для быстрого обмена сообщениями типа WhatsApp, Emagent. Называется она «Ючат». Особенность его среди других программ аналогичных – это возможность общаться в режиме видео в конференции до пяти человек. Ну, четыре человека и пятый, включая вас. Поверьте, такой функции я нигде не встречал в таких вот программах. Точно могу сказать, что в Скайпе такого нет. Я сам проверял, у меня вот аккаунт, премиум аккаунт проплаченный. И даже там такой нет функции. Ожидаем мы этот продукт в конце апреля. Сейчас он тестовый период проходит. Я уверен, что этот продукт, когда выйдет, это будет реально бомба, можно так сказать. Потому что у компании сразу начнет повышаться интерес компании. Соответственно, начнут расти доходы. И, естественно, доходы наши. Далее хочу рассказать тоже одно из направлений Акцесс – это игры от Акцесс. Точнее, игры онлайн. На данном слайде уже, как вы видите, это первая игра от Акцесс. Любой клиент, ну, любой человек может, играя, зарабатывать тоже очки. И из-за этого он iReward зарабатывает. То же самое, как и поиском пользуется. Игровую индустрию сейчас не стоит недооценивать. Она сейчас перегнала уже, можно сказать, кино. Онлайн-игры сейчас перешли уже на другой уровень. Там сейчас огромные доходы. Вообще ужасно там насчет доходов. И в компании, компания, точнее, Акцесс предоставляет нам, партнерам, иметь что-то с этого рынка тоже. Так что он и в эту сторону тоже развивается. О продуктах, в принципе, я рассказал. Хочу добавить то, что компания будет ежеквартально выпускать по одному продукту, например, как Ючат, который будет конкурентно способный на рынке. Можно сказать так, что компания, по сути, собирает все в одном. Ну, все лучшее в интернете в одно. Но всеми этими продуктами партнеры могут пользоваться сами и в том числе и продвигать их по желанию. Теперь хочу рассказать немного о маркетинге компании. Итак, план разделения ежедневной прибыли компании среди партнеров. Акцесс платит каждый день. Ежедневную прибыль он распределяет таким образом. 30% забирает себе. И 70% отдает нам в структуру. Из них 35% распределяется нам, партнерам, за то, что мы просматриваем сайты. Минимум 25 сайтов по 30 секунд. И 35% комиссионные. За тем людям, которые решили расширять свой бизнес путем привлечения новых клиентов. В компании есть три пути для заработка. Первый, как я сказал, это просмотр сайтов, AdView. Второй, это продажа продуктов. И третий, это строить структуру. Но компания не запрещает эти три пути совмещать вместе. Все зависит от человека. Теперь я хочу рассказать, какие нужны шаги, для того, чтобы уже начать зарабатывать в Акцесс. Первый шаг, это оплатить годовую оплату. 59 долларов 95 центов. Второй шаг, это купить. Точнее, начало выбрать, а потом купить один из пакетов. Далее расскажу, какие есть пакеты. И третий, уже начать работу на ротаторе. Это просматривать сайты, как я говорил. И уже тогда, уже начнется заработок. И четвертый шаг. Это уже по желанию, строить команду. Но, хочу сразу сказать, что это выгодно. В любом случае. Вы сами понимаете, что иметь один магазин или сеть магазинов. Разница огромная. Теперь, какие есть бизнес пакеты. Как вы видите, цены от 500 долларов до 10 тысяч. Также, в эти пакеты входят различные инструменты. Я не стал их тут перечисливать. Их там много. Единственное, что я хотел сказать, что в ней входит. Это количество iPoints. Что такое iPoints, я далее объясню. Но, как вы видите, чем дороже пакет, чем больше количество iPoints. Здесь я хотел показать, точнее, порекомендовать входить в этот бизнес в 2000. Я сам так зашел. Я считаю, это самый оптимальный вариант для входа, для начатия бизнеса. Теперь, хочу рассказать, что такое iPoints. В компании наши доходы зависят от двух вещей. Первое, это ежедневная прибыль компании. Второе, это количество iPoints. И вот, как я ранее говорил, то, что 35% распределяется за то, что мы просматриваем сайты. Вот, давайте, допустим, то, что вот этот пирог посередине, это и будет 35% этой прибыли. Вот они нам дают его. И как он распределяется? Вот эти вот корзинки, это будет количество iPoints. У кого их больше, соответственно, корзина больше. У кого меньше, соответственно, меньше. Таким образом она и распределяется. Также я хотел бы рассказать, что в компании есть такое понятие, как репокупка. Изначально у всех партнеров стоит 50 на 50. Это значит то, что если вы получаете 100 долларов в день, значит из них 50%, точнее 50 долларов идет вам кошелек, 50 долларов на покупку iPoints. Это значит увеличение самой корзины. Как вы можете понять, то, что в компании нельзя 100% вывести весь доход. Раньше такая функция была, и многие партнеры это делали. Но как вы можете, ну, я на этом слайде хотел вам показать, то, что многие как бы гнались за золотыми яйцами, при этом забыв, кто их несет. Должен быть по-любому какой-то баланс. Здесь можно как бы увеличить проценты, ну, на репокупку. Вообще моя рекомендация, моя, это чисто моя рекомендация, ставить 60, ну, где-то от 70% или 80%. Это чисто на репокупку, а остальное прибыль, в смысле забирать. Ну, это чисто моя рекомендация. У меня так стоит 80 на 20. Далее хочу рассказать, что мы можем дополнительно зарабатывать, пользуясь, ну, когда мы просматриваем сайты. Как я сказал, просмотр надо просматривать ежедневно, минимум 25 сайтов по 30 секунд и оценивать их. Но рекомендуется просматривать максимальное количество, это 100 сайтов. При этом мы дополнительно зарабатываем 100 iRevert в день. Вы знаете, что такое iRevert, их можно обменять на деньги. И 200 iCredits. Что такое iCredits? Это тоже как бы внутренняя, можно сказать, валюта. Но или по-другому, это рекламные показы. Один iCredits – это один рекламный показ. И этими iCredits'ами можно рекламировать свой бизнес, имеется в виду свой сайт на ротаторе, или сайт рекламодателя. Этот продукт сейчас ценится вообще. Далее, когда к ротатору, когда уже повысится большой интерес, большой спрос начнется, то тогда, естественно, iCredits'ы начнут дорожать. Это ценный продукт. Также теперь хотел бы рассказать о карьере в акцесс. Какая тут есть карьера. Как вы видите, какие тут статусы. Это консультант, золото, платина, бриллиант, голубой бриллиант и черный бриллиант. Что по сути они нам дают? Эти статусы. Можно сказать, это длину руки. Чем выше статус, тем длиннее у вас рука в структуру. Чем вы глубже будете брать от своей структуры. Тут я написал 8% ой, 8 уровень. На этом не заканчивается. Черный бриллиант достигает до 70 уровня. Также есть еще Fast Start Bonus. Это единоразовый бонус за привлечение нового клиента, нового партнера в компанию. Далее хочу порекомендовать, как здесь строить структуру. Рекомендуется вообще здесь минимально приглашать троих людей. В принципе, никто не запрещает, конечно, больше приглашать. Это от человека зависит. Но рекомендуется тут работать тройками. Например, вот вы троих пригласили и у вас четвертый человек появился. Я рекомендую вам помочь из этих троим. Кому-нибудь им дать. Работать чисто с тройками. Имеется в виду, чтобы им было хорошо. Если им хорошо, вам вдвойне лучше. И хочу отметить тот факт, что первого клиента, первого партнера, когда вы приглашаете, вы уже начинаете от него получать деньги. В компании Акцессы есть возможность зарабатывать 50 долларов в день, от 50 до 100 долларов в день, от 500 до 1000. Тут нет фиксированной суммы. Эта компания не инвестиционная. Как я сказал, здесь она предоставляет инструменты для заработка. И каждый человек, каждый партнер компании решает для себя сам, как работать. Хочу сказать то, что в компании такого нет понятия, как ежемесячный заработок, а тут понятие ежедневный. Далее хочу рассказать топ лидеров, точнее топ лидера Акцессы. Это ее зовут Аня Жан. Этот человек приехал из Китая. Она проделала огромную работу в компании. Достигла высокого уровня. На этом слайде я хочу показать ее скриншот ее личного кабинета. Ежедневные прибыли. Это старый скриншот. На данный момент она зарабатывает намного больше. Поставьте, пожалуйста, плюсы. Что-то со связью, походу. А, все. Извините. Что-то я подумал, что связь пропала. Так, все-все, отлично. И вот на этом скриншоте это старый скриншот еешня. И вот как вы видите уже тогда какие у нее доходы ежедневные были. Но учитывая то, что, как я сказал, что любой человек решает для себя сам, что он, как он будет здесь зарабатывать. Ну, она здесь проделала реально огромную работу. Далее я хочу показать тоже скриншот личного кабинета ежедневной прибыли. Это уже местный, ну, с Казахстана партнер. Вот как вы видите, суммы здесь не фиксированные, плавающие. Это все зависит, как я сказал, от ежедневной прибыли компании и от количества айпоинтс. Также и от структуры, как человек, какая у него структура, глубина, статус. Далее другой тоже партнер. тоже из Казахстана. Вот как видите, у него чуть-чуть меньше, но уже, я бы сказал, нормальные выплаты. Здесь я хочу показать ежегодный доход компании какой был. В 2012 году 89 миллионов компания заработала. В 2013 250 миллионов. И к 2014 году они ожидают 1 миллиард дохода. Как вы видите, с каждым годом компания увеличивает свои обороты. Также компания проводит ежегодно конференции в Лас-Вегасе, награждает партнеров за достижения различные, награждает их различными подарками, в том числе и автомобиль, проводит конференции по всему миру. Вот как вы видите, это скриншоты. Вот такой вот автомобиль она дарит партнерам, достигшим до последнего уровня, до черного бриллианта. Официально его вручают в Лас-Вегасе. Также я хочу рассказать о службе поддержки компании. Служба поддержки тут замечательная. Поддерживает она 8 языков, в том числе и русский. Я сам неоднократно туда звонил и звоню. Решаю вопросы в техническом плане, в плане маркетинга. Все любезно отвечают, помогают. Я такого еще не встречал ни в одной компании, чтобы так можно было свободно позвонить, поговорить. Также я хочу рассказать тоже историю компании. То, что компания в 2010 году прошла федеральную проверку. в связи с чем ее обвинили в финансовой пирамиде. Почему такое обвинение, подозрение? Потому что когда компания вышла за короткий срок, вышло много миллионеров, в том числе как Анижан. И в этот момент правоохранительные органы обратили на нее внимание и решили проверить компанию. Подозревали ее в финансовой пирамиде. заморозив их счета, компьютеры. Вот на этом скриншоте это настоящее фото, когда забирали их компьютеры на проверку и в течение года компанию проверяли. И компания доказала то, что она все в рамках закона у нее, никому не доплачивала, не переплачивала. Правоохранительные органы все разморозили, все счета отвернули все до копейки и грубо ну как сказать дали зеленый свет. Я могу сказать то, что это огромный плюс в сторону надежности компании. Как вы можете заметить, то что мало таких компаний, которые проходят такую проверку и после этого еще так стремительно начинают расти, развиваться. Это очень серьезный факт. Также компания что нам предоставляет, какие возможности. Первое это построить семейный бизнес. Это имеется ввиду то, что в компании есть возможность переоформлять свой бизнес членам семьи, оставлять по наследству можно так сказать. Работать дома это свободный график и создание пассивного дохода. Я имею ввиду то, что компания через два года собирается выйти на народное IPO, на мировую фондовую биржу, акции сделать общедоступные. И нам партнерам предоставится возможность купить эти акции по льготным ценам. Я считаю то, что любая компания, которая выходит на такой уровень, стремительно начинает расти, взлетает. Можно сказать про Google, например. В 2004 году, когда она запустила IPO, в тот момент появилось много миллионеров. Далее, что касается вывода денег. В компании проблем с этим нету. Сразу могу сказать, все работает как часы. Компания есть платежная система, Vcash называется. И вот с помощью такой карточки можно будет снимать в любом банкомате мира. Вывод минимум здесь 50 долларов. Я еще не слышал и не встречал такого, чтобы были проблемы с выводом. Задержки или невыплаты, вообще такого не было. Значит, этого вопросов нет. В принципе, я все. Хочу добавить еще тот факт, что многие наверное следят за новостями и слышали, что недавно довольно известная компания стала объявила себя банкротом. Я не хочу говорить название этой компании. Наверное, многие догадываются уже. И скажу, что если в компании нету продукта или этот продукт не востребован на рынке, то я считаю, что эта компания не вполне надежная. И у нее нету будущего. В Акцесс есть продукты и люди ими пользуются. И продукты улучшаются. Постоянно улучшаются и выходят новые. И это очень важный момент. И как вы слышали, что компания прошла проверку. И еще хочу подметить тот момент, то, что маркетинг компании, вот как она вышла, он не менялся ни разу. Уже у компании, скажу, что у них уже довольно большая история, уже 10 лет, даже больше 10 лет у них, и за это время ни разу еще не менялся маркетинг компании. Это очень большой плюс. Просто на моих глазах за это время, то, что я видел многие компании, которые появлялись вроде, все так хорошо идет у них, и они начинают там или маркетинг менять, и это не вполне серьезно. Я в плане того, что если человек, например, партнер начинает звать как бы тоже другого человека, он как бы немножко тоже несет какую-то ответственность за это, я считаю, так, куда он его зовет. И просто то, что если компания ненадежная, как бы человеку туда звать, тоже неохота впечатление портить, в глазах этого человека авторитет свой терять. Я имею ввиду то, что Акцесс это смело, я говорю сразу, смело здесь можно говорить о нем, то, что эта компания не пришла на один день, на пару лет, на долгое время она сюда пришла. Я уверен, что да, может быть эта компания не перегонит компанию Google, к примеру, я так могу сказать, что многие говорят, что это нереально. Хотя все может быть, с этим надо согласиться, что все может быть. Но я уверен, что эта компания займет свое место в интернете. Она займет какую-то десятку лучших поисковиков, зайдет, я уверен в этом. По крайней мере сейчас в Китае она уже занимает пятое место среди поисковых систем, и это уже радует. теперь я хочу предоставить слово Сергею Райлану. Добрый вечер, друзья. Меня слышно хорошо, я так понимаю. Во-первых, я хочу поблагодарить Азамат за очень короткую, насыщенную, без воды информацию, презентацию. Спасибо тебе, Азамат, спасибо за то, что ты вообще есть, что ты молодой человек, но смотришь на мир взрослыми глазами, и пример многим-многим-многим так сказать сетевикам, которые называются себя сетевиками, но они и понятия не имеют, что такое сетевой маркетинг. Они занимаются всякими пирамидками, и как результат они без денег, их структура тоже без денег. То есть и структуру нельзя назвать, это просто люди, которые просто тусуются. Кто в один проект, кто в трек, или в четвертый, не их вина, и не моя задача их ругать, обвинять, это их право, как хотят, так пускай и тусуются. Но дело в том, что я говорил и буду говорить, и никто меня не остановит. Кто-то уже обижается, говорит, сколько можно предупреждать, сколько можно говорить о том, чтобы не участвовать там-то, там-то, там-то. Друзья, мне просто жалко, жалко людей, которые просто-напросто тратят свое время и свои средства и портят свои отношения с близкими и знакомыми. Только благодаря тому, что вот такие компании, которые появляются и исчезают. Азамат сказал о такой компании, которая объявила себя банкротом. Кто-то со мной спорил, говорит, да нет, они продолжают работать, в чем проблема банкротства. Друзья, я хочу, чтобы вы знали, в Америке есть такой закон. Человек может, организация может, предприятие, неважно, на личностном уровне или организация может подать на банкротство. И этот закон работает следующим образом. Вы подали на банкротство, вас объявили банкротом, и вы теперь не должны никому. Вы не должны никому. То есть, если вы одолжили у вашей тещи миллион долларов и потом подали на банкротство, то ваша теща не имеет права докучать и просить ваши деньги. Если она будет продолжать просить у вас деньги обратно, вы можете подать на нее в суд. Понимаете, какой дебильный закон? Но он работает, и это принято на государственном уровне. И поэтому такая компания, как Телекс-При, открывшаяся в другой стране, потом она пришла по дирекции Америки. Для чего? Я это заговорил еще три месяца назад. Именно тогда. То есть они пришли не для того, чтобы быть более легальной, либо быть более влиятельной по всему миру, а для того, чтобы скрыться под этим законом. То есть люди, они заведомо открыли это в другой стране, потом перешли в эту страну, в эту страну, встали под этой юрисдикцией, а потом взяли подали на банкротство. И вы, те, которые участвуют в этой компании, не имеете права, если будете куда-то жаловаться, на вас могут подать суд. Вот до чего докатилось вот это мошенничество. И это происходит на разном уровне. Даже на государственном уровне. государственный закон могут это прикрыть. Только потому, что они вовремя подали. В Америке все работают. Кто первый подал, тот и прав. Вы въехали в лицо кому-то и пошли пострадал то он, а вы подали в суд. Пострадает тот, потому, что тот не подал. Оказывается, он скажет, что вы его оскорбляли и набросили на него, и вы отошли в сторону, и вы упали лицом в стол, ударились. Но вы испугали его очень. У него большой стресс от этого, что вы истекали кровью, и вот это привело его в большой стресс, и дети испугались, и еще с вас потребуют заплатить за издержки, за то, что вы психически были расстроены. Только потому, что вы подали первый суд. Вот они первые подали на банкротство, и все, и вы не имеете права требовать от них ничего. Поэтому вам решать, дорогие мои, продолжать дальше участвовать в этих лохотронах, или просто займетесь делом, определитесь с компанией, и потихоньку начнете строить бизнес. И этому конца не будет. И я не перестану об этом говорить. Это не часть моего бизнеса, я на этом не зарабатываю, но благодаря этому я так думаю, что многие просто опомнятся, многие просто опомнятся, и остановятся на пути свои, и начнут рассматривать серьезные компании. Кто-то говорит, они продолжают работать. Конечно, они только 13 числа подали на банкротство. Это может еще несколько месяцев длиться, но они уже гарантированно не отвечают ни за какие-то должности. вот вам и то же самое случилось с такой компанией Zikrever. Они не подали на банкротство, но не исключен факт, что заведомо зная, что они уже идут к концу, просто попросили, чтобы их арестовали, заранее уже определили, кому сколько денег отойдет, и все, и больше не слышно уже 2 года об этой компании. Кто-то там дергали, кто-то все, никто в суд не подает, никаких и не будет, потому что там, где большие деньги, есть кому их поделить, даже на государственном уровне. Все, друзья, я очень благодарен из-за Мата, что он молодой человек, и понимает, где он находится, понимает, что нужно делать, и хотелось бы, чтобы мы взрослые, мы взрослые, которые претендуем на то, что наше слово имеет вес, и наш опыт что-то стоит, давайте будем подражать молодым, которые делают правильные вещи, им бы тоже хотелось уже сейчас зарабатывать миллион долларов, им бы тоже хотелось, чтобы быстро за одну ночь из грязи в князи, понимаете, им тоже бы хотелось быстро зарабатывать, но они понимают, они понимают, что это нереально, хотя возможно заработать, но какие последствия, и готовы ли вы каждый раз влаживать деньги, заработав месяц, два, полгода, потом опять новую компанию строить, я так не думаю, поэтому вам решать, и не обижайтесь те, которые слышат меня не один раз, что я говорю и акцентирую на это, потому что если вы не выйдете, мы не выйдем из этого состояния, не только участвовать, даже думать об этом, если мы не начнем говорить другим, помогать другим прийти в себя, друзья, вы знаете, если вы знаете, что человек ошибается и молчитесь, то вы тоже виновны в том, что он делает, если он идет к преступлению, и вы видите, что он идет в это направление, и не предупреждаете его, вы тоже виноваты в этом, вы тоже виноваты, в духовном, в смысле 100%, юридически законами какой-то страны вы может быть не будете привлечены, но по закону совести мы отвечаем в этом мире за все, если мы могли предотвратить что-то и не сделали это, ждите, что совесть будет мучена, а это хуже, если вам просто дали плетний по спине, это намного хуже, ну это моя позиция, я никому не навяжу, спасибо за то, что вы у меня дали возможность высказать свое мнение по этому поводу, спасибо Азамату, и завтра у нас будет презентация наверное Ольга Кох, может быть или Василий посмотрим, будет выставлена информация по чатам, спасибо всем. Спасибо за субтитры DimaTorzok